здравствуйте дорогие друзья на связи крокус продолжаем проходить за чуть другая история закончили мы на второй главе ну глава 2 сказка на ночь ну чтож поехали так 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 поехали ну что идем упал полина идем куда идем извини что заставила тебя так долго ждать ничего страшного это того стоило давай прогуляемся по лесу ты чё вообще что ли не в кое-что штан типа дети пропадают все такое у лес лес почему именно он свете недавно событий я бы туда лишний раз не совался почему именно лес вот именно почему по подошла в этом поселке нет мест в которых можно спокойно уединиться а зачем мы вроде этот не встречаемся ну ладно заговорив полушепотом полина приблизилась ко мне и снова этот запах ежевики что-то невероятное да да замечтал соус да прости думаю ты понимаешь здесь все друг друга знают сплетни и прочее полина стыдится меня в ее голосе слышно волнение будто она что-то скрывает даже хотелось или их или захотела уберечь меня чего-то ничего такого ну да не буду как тут не думать да я все понимаю я рада спасибо хорошо эти тоже идем дойдем пойдем пойдем выгляда все прекрасные глаза я я что даже не заметил как уже шел по дороге под ботинками ухрустел белоснежий пушистый снег а воздухе видал приятный легкий ветерок в нем даже чувство что-то особенное то весеннее слышала кое-что то слышал и что же спросила задумчиво с ромкой теперь сдружился не ну не прям прям сдружился он так кинты поднимут понял так ну да мы общаемся но я не хулиган честно так антон зачем это говоришь с ним осторожнее еще дебил полина бы сейчас подумал теперь полина буду мы то что хулиган чего можно ожидать все что угодно но это мы уже знаем в арене мы зайчики обещаю ввязываться я во что-либо не буду должен уже на глазах бандитом стал чан еще сдружится и все бандитом будет повисло неловкое молчание и говорит ничего ничего не надо достаточно просто быть рядом с ней языка переглядываясь так антон напряги свои мозги давай там разговор начни что ты как тюбик как прошел твой школьный день да я даже не знаю мы даже не зашли туда в школу сразу встретили тебя резкий неожиданный вопрос поставил меня в ступор снова не нашел что ответить я как всегда ничего интересного абсолютно обычный день у меня также надоело уже так жить хочется чего-то больше чем это захолустье и чужие хочется я тебя понимаю скучаешь по городской жизни не особо если честно она быстро надоедает на те уже все отдала чтобы поехать в большой город и особенно повидать другие страны повезло людям которые живут где-нибудь во франции или италии даже не знаю я помню читал книжку про францию прошлых веков еще прочитал у них было крайне неспокойно очень много революции и кровопролитий никогда не понимала почему нельзя жить спокойно но кстати да всегда нужно устраивать войны погромы революции а это ужасно на ужасном с другой стороны это очень романтично романтично так полина так антон остань таблетки которые ты пьешь и да я одну по линиям обнесла какой-то бред можно писать рассказы сочинять стихи композировать музыку а хоть очень грустно ну да ну да это все что я мог сказать ротки довольно глупый ответ а говорят еще краткости сестра таланта на его к черту все хватит быть зажатым тебе маменьким сын кум дону антон повзрослел передо мной стоит классная девочка а я веду себя как хлюпик очень красиво и сегодня тонну хорош хорош я дурак а нет нормально я имел ввиду это имел ввиду ну что ты не именно сегодня красиво так стоп антон все прекращай вот это вот это не надо сейчас вот заднюю дай немного нет ты красивые сегодня чем именно сейчас все все всегда все потеряли потеряли пацанам идет на самом деле ну типа если так подумать то что полина понимает что он волнуется все такое вот да и она тоже типа волнуется ну ну спасибо антон ну вот мне очень приятно если честно я не ожидал от тебя такого да я сам не ожидал где же тут застенчивый антошка который так мне нравился все нет его парень повзрослел того антона больше нет ну все больше нет он с нами антона петрова остался лишь храбрый рыцарь позвольте сопроводить вас прекрасный рыцарь раз моего антона больше нет то я вынуждена вас покинуть ну и иди давай стойте миледи а все не остановлю вас к вашему другу какому прекрасный рыцарь я вам так благодарна но я не могу простите почему еще без него никак а ну надо возвращать антошку какая же хитрая но есть такое я шагнул ближе куда же вы совсем одна в лесу не бойтесь прекрасный рыцарь со мной все будет в порядке все антон отпустию то не надо тебе это возьмите это полу шепотом полина взяла меня за руку мая на мое тело наполнилось чувствуем чувством непонятно непонятным и необъяснимым я хотел сказать тебе ты мне нравишься а ну так ладно что теперь дал с ромкой раз мы сейчас признаемся полине если это ромка узнает на это все алина мило вздохнула как это трогательно я молодец молодец антошка хорош это нормальным пацаном стал не тюбиком до трогать нам хочется взяться за скрипку и сыграть мелодию своей души какая скрипка а ты не хочешь типа сказать тому типа ты мне тоже типа нравишься чего такого антон там этот тут есть там это все короче давай говоришь и рада антон и ну а мы тоже типа рады но давай говори уже ты мне нравишься вот все хорошо хорошо так и надо было сначала а потом уже там скрипка все такое я приоткрыл глаза это типа сон был или что мы оказались дома в голове крутилась лишь одно слово алина ну там припоминаю чтобы мы шли по лесу может это сон все пьяный антон тебе надо таблетку выпить а то это уже походу не дело если так то я его совсем не запомнил а жаль ну реально жаль очень ладно пройти в школу ангел очки а следом и школьный а школьную форму ненавижу утром в голове груз который тянет тебя вниз а еще утром живот крутит будто водоворот только вот настроение завтракать нет на кухню или во двор на кухню надо поесть все таки поесть перед школой стоит я не хочу я же не хочу чтоб ребята на урок ослышали как урчит мой живот и тем как это их хладильник я заметил что календар показывать неправильную дату 15 15 15 января кто-то из нас и вправду запутался во времени выборов вырвав лист я принялся перелистывать кардиналь пытаясь найти верную дату доктор кто ачивку получили наконец найдя нужную дату и аккуратно подогнул листок 16 дам так открыть недолго думаю я схватил банку сгущенки и хлеб в этом в этом мы соли похоже сгущенку оба любим помню как мама рассказывала что я будучи очень маленьким сгущенку ложками ел а потом валялся в кровати и плакал я 2 бутерброд я заю и я сдали я запил все водой и убрал со стола он такой небольшой перекус но правда можно было что-то и получше поесть но все же пара в путь и по так сгущенка с хлебом это ну такая не еда собравшись я вышел на улицу темно ночью хотел недолго властвовать ночи придет рассвет сниму лучи а вслед за ним уже звонок на первый нужный мой урок да это темно промочен который раз прохожу здесь и сердце начинает биться сильней он это место для меня что-то значит легкое чувство волнения разлилась грудной клетки что происходит может рассказать родителям о проблемах сердцем да кстати не помешало но вообще типа провериться ну так на всякий случай вдруг что-то не так это лучше не стоит ну да зачем не свои проблемы у меня свои какой взрослый молодой человек антон петров ну ладно это улицам ходя по ней вспоминая о первой встрече с алисой ами выбираются из глубины и подсознания если вспомнить это было довольно пугающим где сейчас эта плутовка неужели все было лишь нам таким реалистичным не понимаю людей стоящих с утра пораньше возможно это у них вошло в привычку работа школы другие дела удивительно чтобы пути я еще никого не встретил одному идти даже как-то непривычно на ты его всегда так один и идешь ну может там я лиса тебя проводила там один раз до школы и все а так ты ладно бы я хотел ходить школу вместе с полиной мечтать не вредно и уходи домой тоже мешать неверимо как с языка снял мы идем 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 учиться а вот и школа на удивление слишком пустая не старшеклассников курящий на кольце нет машин никого может я пришел слишком рано у пол и тушку решил пораньше в школу прийти это кто тут у нас катя-катенька ты-ты-ты-ты-ты как же я рад ее видеть ну здорово да решил пораньше прийти змея подкралась незаметно так антон времени глянул вот рано и пришел носки мне бывает ладно ответив я а ты почему здесь она тут как будет мама работает тебя это петров никак не касается ну как же конечно не касается но так если так то подумать то не касается ты же смирнова тут стоишь и жертву своих сплетен высматриваешь пойду-ка я лучше пока ты на меня не набросилась змея так антон че начинается но даже нас не докопалась просто типа спросила странная злоба закипела во мне что же я делаю я же наоборот хотел наладить с ней отношения а не портить и все еще больше их глазах катя блеснулись вы надменные огоньки ничего больше не посерва а молча развернулась и просто двинулись к входу в школу однако сработало но я еще все не уверена что это было правильное решение оба один силуэт появился вот можете даже пересмотреть вот силуэт появился вот вот-вот-вот вот и пропал за деревом кто-то был я уверен что это мне не показалось но никого нет за нами кто-то следит что происходит но кто-то наблюдает по ходу она буду ссылаться нам большое воображение так ладно пойти как снаружи на школу тоже была пустая проходя в классе заметил что дверь была закрыта ими ничего не осталось как ждать это реально рано в школу пришли могли до этого нормально поесть они хлеб с сгущенкой спустя время начал слышать топот шагов и никогда необитаемых коридору стал оживляться ребята вокруг общались друг с другом смеялись а я один стоял смотрел в стену из летка поглядывая на остальных скорее бы пришли ромка спящий ну да с ютубом наводить развенил звонок войти все пошли в класс и сели однако место кати и полины а также рома и бяши оставались пустыми хотя точно не могла опоздать как и полина ну катя точно не могла поза как мы видели а вот полина не знаю а вот друзья сейчас могли прогуливать только зачем если мы уже сделали все что хотели хотя с полиной зашли вместе с лидер половиной но на улице уже скоро светать будет ребята так и не видно надеюсь что сегодня они все-таки придут не хотелось бы помириться скуки весь нас ждут дружно но безмоционально поздоровался с учетом и день здравствуйте сегодня начнем с урока литературы и так петров хочу я сразу видимо она хотела спросить меня первым но я прервал стук дверь войти можно упал ромка а давайте заходить я разрешаю вы который раз срываете урок они опоздали носить 5 секунд максимум на 10 мало того что вы двое на пару с петро важную тему так еще и сегодня опоздали в этот этот бильярд там короче играли вот сели и чтобы я вас не слышала явились не запылились как всегда своем репертуале так антон ты против ждал вообще вот он что там в своих типа мыслях а вот надеюсь они придут а как у скучно ему вот а сейчас вот такого типа думать явились не запылились антон тебя не понять остался еще один стук а это кто еще мог быть классе полный состав но кто там еще лилия павловна к вам пришли с профилактической беседой зауч и чеса а я и позабыла ходите проходите упа здравия желаю класс размер на прошел милиционер его лицо показалось мне знакомым вроде вроде это он и приходил к нам домой правого спрашивал что ему сейчас здесь нужно он узнал что я вор и думаю что я причастен частен к пропаже семена здравствуйте дети до здорово салам алейкум воспитаны это хорошо ну да я тихонов константин владимирович лейтенант милиции местный участковый но мы это знаем я ненадолго лилия павловна я дам столько времени сколько вам потребуется не переживайте благодарю вас холод и дрожь пробежали по ногам он посмотрел на меня как я вообще-то не при делах вот семена я там один день знал вот внутри все оцепенело пожалуйста только не я все-таки я петров антон есть такой на этом мы да это я нам мой голос дрожал пожалуйста лишь бы полина и катя этого не заметили да они уже вон на заметили всем и ножа посмотрела ну-ка ты хотя еще нет не бойся ничего серьезного а конечно а что туда этот накопался до нас как тут не бояться я по поводу пропажи семена а мы ничего не знаем мне доложили что у тебя с ним конфликт был такой небольшой на самом деле мы с ним повздор или немного ничего особенного первое начало из-за что кроме его ежедневных сиделок рассказывай мне все что между вами было и быстро он задирался но я его и ударил не сильно ну да не сильно чешпана унизили милиционер удивленно кинул будто сначала не поверил вам всегда был проблемным ребенком с шилом кое-где тетрадь работа палки драйвистой нашли узнаешь антона на моем откуда у тебя моя тетрадь это и там походу когда этот короче когда ромка вы этот портфель короче взял он все высыпал на снег и походу не увидели черт наверное выпало когда ромка распротошил рюкзак да да узнаю она была найдена трактористом лесу как раз в том месте где последний раз видели пропавшего это был зайчик губа у тебя есть какие-либо объяснения я в школу через лес хожу а я думал вообще типа помогла гость легко я думал здесь какая-то другая будет отговорка да ладно дом далась мне это половинчатая правда да в том еще местечке вы семьей поселились не обманываешь на правде двигаемся кого подозрительным да а этого за чугбу еще как видел но записку пока приберегу видел видели видели и кого же за чугбу вот тут уже сложно описать его внятно я сейчас бы вряд ли смог да и голос дрожал я могу нарисовать вот она рисуем хорошо только постарайся каракулями делу не поможешь милиционер достали 100 бумаги и положил мне на стол посмотрев на несколько посмотрев на них несколько секунд я уже понял с чего нужно начать а то есть он тут сам нарисует и последний штрих готова я встал и отдал милиционеру рисунок и что тут у нас рисунок зайчи губы не может этого быть он вернулся заячья губа на молодец антон глаз алмаз и рисуешь отлично главное не бросай талантливые люди миру нужны если конечно мы в этом лесу не пропадем классе все притихли внимательно смотря за каждым моим движением дрожь постепенно стихала милиционер подошел к доске а кстати он папку это не положил нам на стол он с собой взял после милиционер сказал нам о правилах поведения и мерах личной безопасности ну ладно дети вы молодцы надеюсь что каждый из вас уйдет домой с новыми знаниями он хорошо будьте осторожны и там сейчас доброго это мы дальше после этого риску сейчас авторитета повысили до свидания давай удачи брат он ушел и в ту же секунду зазвенел звонок ознаменовал окончании уроком ромка сбежь и сразу в коридор или опалом нам позвала к себе полину и катю это же вышла из класса как мы остались одни почему бы мне не прогуляться ну кстати да давай погнали я спустился к раковинам у столовой чтобы умыть умыться холодной водой возвращаясь класс я заметил лежащую на подоконнике батарею думаю стоит ее взять зачем тебе эта батарея ну ладно ко мне подошла одна девочка это была катина сосед соседка по партиям улыбавшись она угостил меня конфетой скитался с чего вдруг такая щедрость так все очередь повторить это повысили все да не нарисуем нарисуем не все в очередь становитесь давайте казалось все однокласские сбежались ко мне никогда я еще не чувствовала себя так хорошо в центре внимания я был действительно важным для них нужно ребятки разойдитесь я тебя пришла и че надо антоша уже обещал меня 1 нарисовать по дружбе по какой дружбе деньги вперед а потом нарисую давай да 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 попрыгай давай здесь я посмотрим если у тебя деньги вообще нет опять она ничего не обещал но это же хороший шанс наладить с ней отношения это правда ребят извините ладно потом других нарисуем и обещал еще давно давно конечно кто-то из класса а потом нас нашу нарисуешь после нее чувствую мои пальцы будут болеть до постараюсь девочки только вы особо не надейтесь почему я хочу выглядеть неотразимой пять минут и хватит все много денег то можно и много времени тоже потратить но деньги вперед сначала много времени да я и минуты рядом с тобой не стоял да 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 те девочки кроме кати зашел к и с хмурым а теперь слушай мне твои порисульки и даром не сдались а зачем тогда это было все и нужны а для чего тогда все это вот именно я вижу ты в последнее время больно храбрый стал да как бы авторитет повысили я теперь с этими с ромкой с бяшей с каким-то оффарился каком смысле не знаю можно было бы считать это комплиментом во всем явно про но вам не явно проснулся интересом прямом это похвально о чем ты вообще ну то что ты это короче типа нормальным пацаном стал они чушь паном если катя думает что я стану ее мальчиком на пушках то насильно ошибается нервничай а мы не нервничаем я имею нормально от тебя такой прямолинейности ты же был изгоем неприкаянным а у тебя с пацанами может и пропал бы следующим неожиданно услышать неожиданно услышь такой откате и даже немного смущался так антон антон держи себя в руках но чего уставился тупые учебники менять на этом на странный разговор был закончен я еще раз подождением стену в лицо кати развернулся на на праздник своих своей партии да 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 их эхидная улыбка не давала мне покоя происходит она имела ввиду ту стычку утром я тогда даже не хотел ее обижать или или что может ты хотел не обидеть катку каждый на самом деле может хоть было бы прикольно если мы реально мы типа наладили с ней отношения это бы перевернуть вообще типа историю интересного это получится наконец-то школьный день окончен у меня было довольно тяжело мало того что я вообще не сделал домашнее задание как еще и урок физкультуры был последним еще это странный разговор с кати с него больше не пересекались наверное она ушла домой последую примеру пошли по качку пришло что ты делаешь привет еще раз антошка ну здорово катя ну привет здорово здорово ты что-то хотела хотела тут слушал ходит мол ты с бабури нам в лесу подрался ну было дело да после чего тот пропал вот как он пропал я вот не знаю и многие думают что в его пропаже замешан ты антошка ничего не замешан резко кать ты извини но мне уже хватило да про на кстати не заставляй меня изменить мнение тебе а чё там эти должны вообще все докладывать просто расскажи все что знаешь в этом же нет ничего сложного ну вообще нет типа не хотелось тебе ничего рассказывать а зачем тебе это вот именно может катя ромке помогала хотя рука тогда бы должен был рука тогда должен был все рассказать петров тяжело найти с тобой общий язык но ты еще хотела ну в лесу подрались ну да как обычно в принципе как обычно это звучало то так словно в лесу уже давно есть бойцовский клуб имени антона снеггера неплохо ухмыльнувшись собственной же шуткой это уже вспомнил что рядом стоит катя и резко принялся в лице не вообще нет это мы его там нормально так-то с улыбкой спасила она вообще-то это я его побил вот так вот мы никто мы пацаны его ну да я конечно не сомневаюсь что ты можешь его ударить но побить что-то угораешь вообще-то так и было все как же это вымораживает я смех против не скрежет она же apple обжелезом главное держаться если будешь так себя вести я развернусь и пойду домой понятно черт это прозвучало слишком по детски но кстати да вот именно а тебе все расскажи как он все давай и ромка с бяшей подсобили вот то что я подумал это все зачем ты это сказал антон стал пацанов катя что-то подозревала я имел виду что а все уже поздно попался ты петров чем я всегда знала что ты в этом замешан ты так любезно купился на мое внимание к тебе антошечка хотел за всеми сразу побегать ну а почему бы нет сначала полиночка а потом я ну да благодаря меня за то что я не рассказала ей о том как ты меня облапал на глазах у всего класса это случайно был имя там пол дождь жалкий антошка может даже за себя постоять все нас морально уничтожают так что я и решила расколоть тебя как гнилой орешек всем по посту и не помогли тебе даже твои жалкие рисуночки до душа ведь ты даже с людьми общаться не умеешь замолчи ух ты с локтян там с локтей надо настоящий лев и спать пойдешь в лястья короче утащим нарисуешь меня я раз внутри закипела с невероятной силой от ее листья оперативной ухмылки мои кулаки сжались сами по себе язык прикусил или твой крошечный мозг больше не в состоянии воспринимать информацию я сделал глубокий вдох кать прости меня упа а все-все что ну все прости я не хотел злиться я не хотел портить свои отношения с ней еще больше хотя куда уж больше это стиры усаживают из меня все соки ежедневном эх я искренне надеюсь что она не такая как кажется я ну на самом деле случайно тебя задел вот да случайно это семён меня толкнул вот миллионы голов воткнулись мои легкие не давай дышать полной грудью этот неловкий момент кажется длился вечно я я просто решил извиниться за тот случай чтобы ты ничего такого не думала и не обижалась на меня и ты серьезно думал что это поможет ну попытка не пытка ну да ну да допустим ты доволен да наверное но лучше мастер сжалась наконец пришло осознание того что я никогда не говорил с катей нормально мы только постоянно ссорились игры здесь как дикие собаки но все давай так значит на этом ролик будет заканчиваться продолжим в следующем видео ну подписывайся там на канал ставь лайки там переходи в описание а там как бы в описании есть т.г. канал заходи чтоб не пропускать новое видео во всем до скорого